Городская среда не менее опасна, чем непроходимые дебри. На каждом шагу нас подстерегает опасность. И чтобы выжить, нужно все слышать, видеть, замечать и прогнозировать. Именно такими навыками выживания в городских джунглях с детских лет нас учат родители в садике, в школе. Скажите, вы пользуетесь мобильным телефоном, когда переходите дорогу? Нет. А почему? Ну, может машину сбить, не увидим. То есть вы знаете правила дорожного движения, что нельзя пользоваться телефоном, и наушниками. А вообще, как правильно переходить дорогу? Нужно сначала посмотреть, нет ли машин, и только потом можно переходить. Но, к сожалению, не все усваивают эти уроки на отлично. Как часто мы наблюдаем такую ситуацию? Дорога, зебра, на ней пешеход с телефоном в руках, набирающий очередную смс-ку и наушники в ушах. Согласитесь, довольно часто. Мы замечаем это, проходим мимо, и ни разу не скажем, что такое поведение создает опасность жизни не только ему, но и другим участникам дорожного движения. Рим, а вот смотри, вот сейчас ребята рисуют надписи, сними наушники перед пешеходным переходом. Надо это делать? Да. Ты много видишь, что ребята ходят с наушниками, взрослые даже ходят? А ты когда-нибудь делала замечание, что снимите, не надо? Нет. А почему? Ну, не знаю, просто не делала. Пешеход в наушниках, капюшоне и телефоне в руках, набирающий очередное сообщение, сильно рискует поплатиться своим здоровьем. Вот опасно передвигаться по пешеходному переходу в наушниках. Можно не услышать проезжающую мимо машину и вас могут сбить. Часто пешеходы не задумываются об этом, то, что они создают опасность не только себе, но и другим участникам движения. Думаю, они предполагают, что зебра, по зебре можно передвигаться как угодно и машина должна будет остановиться перед ними. А вот если произойдет аварий, кто будет виноват? И пешеход, и водитель в том числе, потому что водитель из-за того, что не успел остановиться, а пешеход, потому что нарушал правила дорожного движения. Именно поэтому бессмертных пешеходов, будь то подростки в наушниках, мамочки с колясками, санками, детскими велосипедами и непослушными малышами, дамы с собачками или велосипедисты, вылетающие на пешеходный переход на своем двухколесном коне, очень рад перед капотом своей машины увидеть любой водитель и поприветствовать этого субъекта крепким словцом. Как вы относитесь к таким пешеходам, которые с телефоном? Я очень плохо отношусь, потому что телефон смотрят сам, а на дорогу не смотрят. А кто несет ответственность, если случится? Относится. И я на это, и пешеход тоже должен. Чтобы такого не происходило на дорогах нашего города, сотрудники и воспитанники Дома молодежи совместно с отделом транспорта и дорожной деятельности, МБУ, Дорожное хозяйство и благоустройство, ГИБДД провели акцию «Пешеход». Мы сегодня проводим социальную акцию для наших пешеходов города Электрогорска. Мы наносим на все пешеходные зоны социальные фразы, которые вы можете увидеть в нашем городе теперь. И хотели бы обратить внимание, что когда пешеход переходит в пешеходный переход, он обращал внимание на то, что творится вокруг него. При этом все пешеходы знают правила дорожного движения, правила передвижения по зебре и то, что дорога – зона повышенной опасности, и переходить ее стоит только в положенных местах. Но не думают о последствиях и продолжают нарушать. А вот если случится какая-то авария, кто будет виноват? Ну, пешеход. Скорее всего, пешеход. Ну, смотря какая ситуация будет. Если вот он не услышал и прямо под машину выскочил? Ну, тогда пешеход. А вот чем такая ситуация обернется для водителей, чем для пешехода? Ну, вот пешеход может сильно пострадать. Возможно, это закончится трагически. А вот водителя могут посадить. Ребята очень надеются, что эти предупреждения станут дополнительным фактором безопасности при переходе пешеходами автомобильных дорог. Мы эту акцию будем проводить систематически. Каждый год обновлять в течение года надписи и обращать внимание пешеходов на данные проблемы. Я считаю, что самая такая проблема – то, что ребенок утыкается в телефон, не снимает наушники перед тем, как перейти дорогу. И надо на это обратить внимание. Пешеход, запомни, соблюдение правил дорожного движения на дороге может спасти вашу жизнь. А вот беспечность и самонадеянность могут ее разрушить. Продолжение следует...